Музыка Полвека назад сложно было достать билет на спектакли драматического кружка городского дворца пионеров. И, конечно, счастливчиками себя по праву считали те, кому довелось заниматься у педагога Риты Ребзуевой. Ребят учили многому. Мастерство актера, гимнастика, на дыхание, на мимику, как себя вести. В общем, вести себя скромно и все хорошо. В 1964 году драм-кружок получил звание Театра юных. Его назвали «Алые паруса». Игриновскую феерию юные артисты, конечно же, играли и вспомнили на 50-летие театра. Не знаю, сколько пройдет лет, только в Коперне рассветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой осорью. Однажды утром морской залив сверкнет на солнце алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля Двинется, растекая волны, прямо к тебе. Рита Ребзуева, Владимир Прибытков, Эмилия Кукушкина, Елена и Владимир Чувашовы, Ольга Соломонова. В разное время они были капитанами «Алых парусов». Под их руководством драм-кружок вырос в Театр юных и стал театром студии. У нас у всех были разные режиссеры, но всех нас объединяет Театр юных и палые войска. Одни тюаковцы спешили на репетиции в городской дворец пионеров, другие в новый дворец мемориал. Кто-то связал жизнь с кировским телевидением, как Валентина Палкина, Ольга Самсонова и Владимир Семенов. Кто-то стал профессиональным актером, как Наталья Кислицына. Сергей Горбачев здесь понял, что его стезя рисовать. Художник театра Михалев Вячеслав Александрович, который до этого 30 лет отработал в художественном фонде, как раз был художником во дворце пионеров, театральным художником. И он приобщил меня и к написанию декораций, и к оформлению спектаклей, и стал брать меня на этюды. И я стал художником. Мне вообще театр дал все. Театр дал друзей, театр дал семью, и театр дал профессию. Чего я достигла в профессии, это все идет отсюда. Вот с этого, когда я пришла сюда в пятом классе, и как это все было. Во-первых, это уверенность в себе. Умение не теряться, когда много народу. Когда что-то происходит, и ты из этого выкручиваешься. Это все вот такой театральный опыт, когда на сцене тоже нельзя, тут нельзя заплакать и убежать, это понятно. Ну и естественно, это все речь, дирекция, разминки, все эти речевые разминки. Все это, все, вообще все идет отсюда. Учились и работать в команде с партнером. Сегодня педагоги работают по авторской программе. Самые юные пробуют читать стихи перед публикой, участвуют в инсценировках. Средняя группа уже ставит учебные спектакли, в которых дети и поют, и танцуют. А старшие и молодежные группы готовят новогодние постановки и фестивальные проекты. Так спектакль по книге Тамары Копаневой «Как Ванча себе невесту выбирал» становится лауреатом на всех фестивалях, где его показывают. Театр не молодой, ждал нам всех, как добродой. Кто хоть раз пришел сюда, остается навсегда. Приходите, нам почаще будет ваша жизнь. Послышите, а у нас здесь не счастлив, театр будет быстрее. У нас есть такие предметы, как актерское мастерство, сценическая пластика, сценическая речь. А также наши ребята еще занимаются театральным дизайном, учатся рисовать, сами программки делают, сами афиши. В разных техниках выполняют какие-то элементы декорации к спектаклям учебным. Предмет – вокал, где ребята, естественно, тоже самая главная задача, чтобы они развивали свой музыкальный слух, чтобы хотя бы научились слушать, любить музыку и воспринимать ее. Навыки, полученные в театре, выпускники с удовольствием демонстрируют и полвека спустя. Жизнь тюаповцев во все времена была насыщенной. Учебные занятия, репетиции, выступления, поездки со спектаклями, участие в фестивалях. И все-таки это детский театр. И у режиссеров к юным актерам особый подход. Работая в детском театре, мы больше не режиссеры, а педагоги. Самое главное, чтобы вышли из театра ребята, которые могут сами себя, во-первых, сами про себя что-то понимать, презентовать себя в обществе, которые умеют придумывать, творить, фантазировать, которые умеют на себя брать ответственность. То есть для нас важно, чтобы человек вырос, ну, человек с большой буквы. И это оценило правительство Кировской области. На 50-летие театр-студия получил 22 путевки на отдых в Крым. А ветераны «Алых парусов» выступили с инициативой создать драм-кружки при детских домах. Сценический опыт поможет их воспитанникам и в реальной жизни. Я думаю, что здесь театр «Алых парусов», возможно, и совет, который будет сегодня создан ветеранами этого же театра, он будет оказывать содействие в этом отношении, быть неким консультационным центром для таких драматических кружков. И мне бы хотелось, чтобы и департамент образования как-то всерьез рассмотрел вот эту систему дошкольного даже воспитания, в конце концов, не только на уровне, так сказать, школ средних и так далее. Ну, вот убежден, еще раз говорю, что люди, пройдя через это, они приобретают уверенность в себе, уверенность в жизни, уверенность в своем будущем. Врачи, учителя, инженеры, военные, руководители и просто хорошие люди. Выпускники с благодарностью вспоминают театр юных. Сотни мальчишек и девчонок научились здесь актерскому мастерству, умению действовать в предлагаемых обстоятельствах, работать в коллективе и просто дружить. И сегодня «Алые паруса» несут в большую жизнь самых увлеченных, одаренных и активных ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова